Торговый дом Микробит представляет программу. В апреле 1971 года фирма IBM представила первую модель компьютера для массового пользователя. Это было начало. Это бесстоимость и повысить производительность серверов и рабочих станций класса high-end. Конгресс США на прошлой неделе приступил к рассмотрению законопроекта об утилизации компьютерной техники. С целью обеспечения безопасной для окружающей среды переработки компьютеров американские законодатели планируют ввести налог на продаваемые компьютеры, мониторы и ноутбуки. Если законопроект будет одобрен Конгрессом, то стоимость компьютеров и мониторов увеличится на 10 долларов. Эта сумма пойдет на финансирование программ по утилизации компьютерной техники и на оплату центрам переработки отжившей свое электроники. Такие новости предоставила нам сегодня компания Микробит. Недавно где-то прочитал, что 90% рынка струйных принтеров поделено между четырьмя большими компаниями. Хьюлитт Пеккард, Кэнон, Эпсон и Лексмарк. Но какой принтер выбрать? На какой из компаний остановиться? С этим вопросом я решил обратиться к нашему постоянному консультанту, специалисту компании СВЕГА Плюс Николаю Зазерскому. Привет, Николай. Привет, Лавовик. Есть ли у принтеров этих марок существенные технические отличия? Наиболее важны для большинства пользователей отличия в конструкции печатающих узлов. Печатающие головки принтеров Хьюлитт Пеккард и Лексмарк встроены в картриджи. Разумеется, такой картридж стоит дороже, и это основной минус таких принтеров, но зато это позволяет существенно экономить при выходе из строя печатающего узла. Стоит сменить картридж и принтер как новый. У принтеров Эпсон печатающая головка является частью самого принтера, поэтому картриджи получаются дешевле, а вот стоимость ремонта чрезвычайно высокая. Что касается фирмы Кэнон, то она использует своего рода промежуточное решение, то есть в случае необходимости можно менять как картридж, так и относительно дешевые сопла. Отличительной особенностью Кэнон долгое время была возможность использования раздельных картриджей, то есть каждому цвету свой картридж. Это позволяло осуществлять дополнительную экономию, однако теперь эта технология используется и в последних моделях Эпсон, в C70 и C80. Да, я читал про эти принтеры, а осталось C80 меняющую скоростью поразил. 20 страниц в минуту. Мой принтер минут 5 одну цветную страницу печатает. Что касается 20 страниц в минуту, здесь не обошлось без лукавства. Дело в том, что производитель измеряет эту скорость в условиях, совсем не похожих на реальную. При реальной же печати скорость будет заметно ниже. Внимательнее надо рассматривать и такой параметр, как ресурс картриджа. В рекламе, как правило, заявляется ресурс картриджа при 5% заполнении листа краской. А на практике, при печати, скажем, интернет-страниц, заполнение страницы будет примерно 15%. Соответственно, картриджа с ресурсом в 300 страниц хватит всего на 100. А какие картриджи из указанных марок принтеров можно перезаправлять? Ответ очень простой. Никакие. Даже если ты увидишь в продаже некую емкость с надписью «Чернил для Хьюлит Пеккард», и даже изображен логотип этой фирмы, можешь не сомневаться. Хьюлит Пеккард к этим чернилам никакого отношения не имеет. Это в лучшем случае так называемые совместимые чернила. Не стоит ожидать от них хорошего качества. Спасибо, что предупредил. Что еще? Возможно, стоимость картриджей. Так, так, вот с этого места поподробнее. Обрати внимание на стоимость картриджей. Может получиться так, что стоимость нового комплекта картриджей будет равна стоимости принтера без картриджей. При больших объемах печати можно и в трубу вылететь. Ну что же, огромное спасибо, Николай. Пока. Пока, Володя. Напоминаю, что нам, как всегда, помогал специалист компании «Свега плюс» Николай Зоозерский. Присылайте свои новые вопросы на наш электронный адрес, он на экране. Ну, а мы переходим к новостям телекоммуникаций. Следующие новости любезно предоставила компания «Мегафон». Японские мобильные телефоны не только делают фотоснимки, но и распечатывают их на фотобумаге. Электротехническая компания «Митсубиси Денки» разработала миниатюрный принтер, который подключается к сотовой трубке и цифровой камере. В последнее время в Японии стремительная популярность набирают мобильники со встроенными объективами. А с новинкой «Митсубиси» отснятое фото может мгновенно перевести с монитора на бумагу. Сам принтер составляет 6 см в длину, 2 см в ширину и 1 см в высоту. Скорость печати одной фотографии – 10 секунд. «Мегафон» объявил об открытии главного офиса компании в Москве. В штаб-квартире «Мегафона» будут располагаться исполнительные органы единой компании во главе с генеральным директором ОАО «Мегафон» Юрием Павленко, назначенным на эту должность в июле 2002 года. Это были новости телекоммуникации о ближе к концу программы. Мы встретимся с вами еще раз. Буквально пару минут назад мы получили исчерпывающую информацию по поводу выбора принтера. Собственно говоря, этим можно было бы и ограничиться. Ну, печатает себе и печатает. Но вот вдруг в самый неподходящий момент глянцевые буквы вдруг становятся тусклыми, а потом и вовсе начинают пропадать, белый лист ползет. И мы с ужасом понимаем, что картридж того – тю-тю. Мы, естественно, отправляемся в ближайший магазин за новым картриджем. Но, правда, есть другой способ. Взять его и перезаправить. Дешево и сердито. Вот вопрос для опроса. А как поступаете вы? В прошлый раз еще заправляла, но теперь уже буду покупать новый. Если позволяет, заправляю еще. Ты видел кучу заправленных картриджей, они отлично работали. Я купил бы новые. Ты заполняешь старыми? Почему? Дешевле так. Я заправляю. Почему вы не купили? Ну, это дешевле обходится, и пока не было никаких сбоев, в общем-то. Вообще, лучше новый, наверное, покупать. Почему вы не купили? Ну, надежность выше, потому что старые картриджи в наших условиях, я не знаю, насколько технология позволяет все это хорошо реализовывать. На мой взгляд. Ну, если у меня ломается картридж, точнее, он разряжается, так сказать, то я обращаюсь в фирму непосредственно. Ну, да, и заправляю ее. Ну, выкуплю. Почему? Ну, потому что зачем его сону заправлять? Между прочим, если технология производства картриджа подразумевает его перезаправку, то грех этим не воспользоваться. Экономия в нашем деле тоже вещь весьма важная. Не зря же мы вас постоянно знакомим с обзором цен на питерском компьютерном рынке. Ну, кстати, эту рубрику нам помогают готовить наши коллеги журналы компьютер-бизнес-маркет. Из этого обзора вы узнаете о том, какие сканеры сегодня наиболее популярны в Санкт-Петербурге и по какой цене их можно купить в компьютерных салонах нашего города. Структура предложения сканеров на рынке практически не изменилась по сравнению с той, которую мы наблюдали месяц назад. Однако, по прогнозам специалистов, уже в ближайшее время она изменится. Пока же первое место по количеству предложений по-прежнему занимают сканеры марки Acer. Минимальные цены на самые популярные модели колеблются в диапазоне от 56 до 274 долларов. За прошедший месяц вновь на 1 доллар подорожал сканер Acer 3300U. Цена на Acer ScanWid 2720S не изменилась, а Acer ScanPriza 640P упал в цене на 2 доллара. Сканеры Hewlett Packard, которые являются одними из самых дорогих устройств в своем классе, вновь потеряли первое место по количеству предложений. Минимальная цена на наиболее популярные модели колеблется от 76 до 410 долларов. Разница в ценах на одну и ту же модель в разных компьютерных фирмах составляет не более 10 долларов. Как всегда, левый столбец на диаграмме иллюстрирует цену месячной давности. Из представленных в нашем обзоре четырех моделей за 4 недели лишь одна подорожала на 2 доллара. Остальные же можно купить по той же цене, что и месяц назад. Последние в списке наиболее популярных в Санкт-Петербурге сканеров по-прежнему устройства марки Eumax. Однако, возможно, в самом ближайшем будущем они уступят свое место продукции более активных производителей. Минимальные цены на сканеры Eumax колеблются от 69 до 150 долларов. Как и в случае с устройствами других марок за последние 4 недели, цена на сканеры Eumax изменилась незначительно. Надеемся, что наш экономический обзор поможет вам сделать правильный выбор. Ну что же, настало время Дмитрия Довженко. Пора проверить сеть, что в нее попалось и насколько это съедобно. Рубрика «Интернет» в программе «Мир компьютера». Здравствуйте. Компания Cronosoft выпустила новую версию программы QuakeHide Windows 1.5. С помощью этой утилиты можно убирать с рабочего стола любые программы и окна, не нарушая при этом их работу. Как говорят сами разработчики программы, чаще всего она будет использоваться в ситуациях, когда начальник неожиданно появляется на горизонте, а сотруднику нужно скрыть всю деятельность, не относящуюся к служебным обязанностям. Размер дистрибутива 960 килобайт. Далее. Star Downloader. Версия 1.3.1. Программа относится к менеджерам докачки файлов. Она позволяет ускорить процесс закачки файлов из всемирной сети почти в 4 раза. Вы также можете сходу проверять выкачиваемые файлы на вирусы, разархивировать скачиваемые архивы и запускать приложения. Это не говоря уже о стандартных возможностях для программ такого рода, как назначение времени закачки. Размер дистрибутива 1.1 мегабайта. И последнее на сегодня. Продвинутый калькулятор. Версия 1.7. Конечно же, того калькулятора, который встроен в раздел стандартных программ Windows, более чем достаточно для повседневных нужд. Но иногда хочется чего-то большего. И тогда к вашим услугам продвинутый калькулятор. Он предназначен для быстрого и удобного счета, перевода чисел и выражений из одной системы исчисления в другую. С его помощью можно легко сокращать дроби и переводить разные непонятные написания в нормальный, легко воспринимаемый вид квадратного корня. Размер дистрибутива 1289 килобайт. Итак, это была вся или почти вся информация для пользователей глобальной сети интернет, а также просто персональных компьютеров. Я вернусь через неделю. До свидания. Ну что же, настало время объявить рубрику Андрея Соловьева «Мобильный мир». Даже не знаю, что он вам там приготовил. Целую неделю Андрей что-то вычислял, сравнивал, лазил по интернету. В общем, сам он сейчас с вами поделится своими изысканиями. Здравствуйте. Самой большой проблемой, с которой сталкиваются владельцы цифровых фотоаппаратов, особенно в разгар летних отпусков, является проблема хранения отснятых кадров. Предположим, у вас есть цифровая камера, и вы собрались в длительную поездку. Имеющихся карт памяти может хватить на несколько десятков, а может быть сотен снимков. Но вы хотели бы увековечить каждое мгновение. Конечно, с собой можно взять и ноутбук, но можно поступить иначе. Универсальный мобильный накопитель данных MindStore как раз то, что вам нужно. Устройство представляет собой дисковый накопитель данных с автономным питанием, емкостью 5, 10 и 20 гигабайт, что по крайней мере в 5 раз превосходит емкости существующих карт памяти. MindStore снабжен специальным слотом для подключения PCMSI-карт. Позволяет с помощью специального адаптера устанавливать карты памяти всех типов. Заполненную карту необходимо установить в устройство и за несколько секунд перенести информацию на собственный винчестер MindStore. И карта снова готова к работе. От снятой кадры хранятся в памяти MindStore неограниченное количество времени, а при необходимости его можно подключить к компьютеру с помощью USB-интерфейса. Весит устройство около 350 грамм и без труда найдет свое место в сумке фотографа или путешественника. Объем карты памяти уже не имеет значения. Теперь, где бы вы ни находились, вы не привязаны к своему компьютеру. Через несколько секунд вы узнаете имя победителя. А пока напомню вопрос. Назовите основные отличия протоколов ВИ-90 и ВИ-92. А правильный ответ звучит так. Увеличение скорости передачи данных до 48 килобит, функция ускоренной установки связи, функция временного удержания соединения. Наш сегодняшний победитель Евгений Гончурин, ученик 11 класса 278 школы. Евгений, примите мои поздравления. Спасибо. А также эти призы от компании Топ План, популярная электронная справочная система, Санкт-Петербург, 2002. 50 тысяч фирм на электронной карте Санкт-Петербурга. Прошу. От компьютерного клуба «Башня» лицензионный диск с игрой «Внедорожники 4х4». Пожалуйста. Еще раз поздравляю. Я хотел бы поблагодарить программу «Мир компьютера» за предоставленные мне призы, а также пожелать удачи участникам будущих конкурсов. Участвуйте и выигрывайте. Молодая компания Mindvair Studios объявила о начале работ над игрой «Call of War», которая будет принадлежать к жанру экшен-эдвенча. Главного героя этой игры зовут Чейзером Джонсом. Причем сходство его имени со знаменитым Индианой Джонсом не случайно. Как и его знаменитый однофамилец, Чейзер обожает встревать во всякие истории, а профессия журналиста этому более чем способствует. По сюжету доблестный писако попадает в СССР в самый разгар Холодной войны, дабы изучить причины аварии на Чернобыльской АЭС. И с ужасом узнает, что эта катастрофа всего лишь начало некого зловещего заговора. Ни дата выхода, ни издатель «Call of War» до сих пор не объявлены. Одной из эксклюзивных особенностей новой видеокарты Matrix Paralia 512 является возможность игры на трех мониторах на манер игровых автоматов. Раньше поддержкой этого режима могли похвастаться лишь несколько демо-версий. Однако сегодня Matrix с гордостью объявила, что возможность игры на трех мониторах будет встроена в 20 уже вышедших игр. Причем о новых релизах речи пока и не идет. Компания Activision решила немного продлить контракт со звездой скейтборда Тони Хоуком. Немного значит на 13 лет, что подразумевает выпуск игр из серии «Тони Хоукс про скейтер» вплоть до 2015 года, когда Тони, возможно, уже физически не сможет держать доску в руках. Надо ли говорить, что через пару-тройку лет сериал «Про скейтер» займет в качестве числительного порядковый номер года, подобно FIFA и NHL. Тони Хоукс про скейтер 2015 – это звучит гордо. Это последний выпуск новостей на сегодня. В студии была Татьяна Осекина. Встретимся через неделю. Главный по играм решил заняться частным извозом. Нацепил на свою машину шашечки. Вон, у дверей дежурит. Выучил фразу. Такси не желаете? Честно говоря, теперь на улицу-то выйти неудобно. Да что неудобно? Стыдно. Одни расходы. Там череп, тут полтинник. Кардан менял, так 500 отдал. А клиент жадный пошел. Я тут взял одного. Значит, ему надо с восстания до гостинки. Я ему говорю, тут на бензин минимум 100 сожжать. Это ж как надо ехать? Это ж, значит, по обводному туда, в Купчино, и через гражданку уже подъезжаешь. А он мне говорит, а мне говорили, что тут рукой подать. Я говорю, кто говорил? Когда говорили? Когда это было? До революции. А сейчас урбанизация. Вон, весь город перекопан. Пойди доберись. Крэйзи такси изначально создавалась для телевизионной приставки Dreamcast. И вот добралась, наконец, и до нашего любимого PC. Как легко догадаться из названия, в этой игре вам придется взять на себя роль таксиста. Если вы любитель кармагеддон или GTA, вам в Крэйзи такси лучше не играть. Прохожие не сбиваются и не давятся, машины не взрываются, копы не стреляют вас из помповиков, да и сами вы ничем не вооружены. Одним словом, мирная идиллия. Можно играть и детям до шестнадцати. Но если в игре не хлюпает кровь под колесами и не звучат выстрелы, то это вовсе не означает, что в нее неинтересно играть. Игровой процесс в Крэйзи такси прост до безобразия и вместе с тем невероятно захватывающий. Как с утра день не задался. Пулкова, что ли, смотаться? Или в пор? Не знаю, там своих полно. Вот раньше было, ага. Возьмешь клиента в европейской, отвезешь его в Петергоф. Там фирмачей возьмешь, их в асторию. Все, четвертак свой сделал и в ажуре. Порядок был. А сейчас орут рынок, рынок. А какой это рынок, какой рынок, когда машин вон больше, чем людей? Да ну, дожили. Людей дефицит. Клиента есть. Вон стоит, голосует. Клиент. И главное, руку как тянет. Ты смотри, а? Нагло так, уверенно понимаешь. Типа такси стоять. Раньше не так руку тянул. С уважением. Как-то так. Вот как-то. А теперь смотри. О, о. Не возьму. Итак, выбираете таксиста. Одного из четырех. Ищите клиентов. Над ними светится значок бакса. И везете в тот район Сан-Франциско, куда они скажут, и за то время, которое им требуется. Довольный клиент платит деньги и чаевые. Вы никогда не были в Сан-Франциско и слабо ориентируетесь на его улице? Не беда. Следите за зеленой стрелочкой. Сан-Франциско и слабо ориентируетесь на его улице?